Итак, друзья, сегодня, пожалуйста, откройте текст. Мы сегодня будем много читать текстов, но, наверное, это будет такой отправной текст, с которого мы начнем. Это Матфея, пожалуйста, Матфея, откройте, 16 глава. 16 глава, 18 стих. Пожалуйста, Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И особое внимание я хотел бы обратить на слова Иисуса Христа. «Я создам церковь мою». Бог создает церковь. И очень часто звучит с этого места вот эта фраза «То, чем Бог сегодня занимается, это созиданием церкви». Друзья, запомните эту мысль. То, что Бог сегодня делает на земле, Он занимается строительством церкви. По нашей доброй традиции, мы начали год с месяца молитвы. И первую неделю мы с вами молились о себе, мы молились о личном освящении. Как христиане мы были вызваны Богом, Богом Отцом из этого мира для того, чтобы достигать святости. И вот у Петра мы встречаем такой текст в первом послании, 1.16. «Будьте святы, потому что я свят», говорит Бог. Мы должны, друзья, отделиться от этого мира и не участвовать в греховных делах этого мира. Мы должны противостать вожделениям плоти, потому что мы постоянно подвергаемся влиянию вот этих похотей, которые имеют место в неискупленной плоти. Мы призваны вести святую жизнь. И мы это должны с вами делать, друзья, уповая абсолютно все 100% на Божью благодать, уповая на милость Божью, прилагать все старания и стремиться к святости. Вторую неделю мы молились о семье, которая прошла. И мы молились о том, чтобы с Божьей помощью мужья любили своих жен. Друзья, может быть, сильно банально для вас звучит, но смотрите, на что обращает Библия внимание. Чтобы мужья любили своих жен, как Иисус Христос любит церковь. Более того, я хочу сказать, друзья, до такой степени мы с вами, мужчины, братья, главы семейств, до такой степени мы должны с вами любить своих жен, что мы должны умереть, если это понадобится. Может быть, как-то странно для вас звучит это, потому что у вас отношения не очень хорошие, друзья, но это библейская истина. Умереть за своих жен, если это понадобится. До такой степени любить своих жен. И поверьте, таким женам легко повиноваться. Такие жены будут повиноваться своим мужьям. Это тоже требование Священного Писания. Но если мужья до смерти любят своих жен, поверьте, они будут обожать своих мужей. Они нас с вами будут обожать, потому что мы их любим и готовы за них умереть. Как это сделал Иисус Христос за церковь. И мы молились о том, чтобы Господь благословил наших детей, отношения с детьми. Чтобы мы с вами умели любить своих детей такой жертвенной любовью. Любовью, независимой от их поведения. Не всегда мы это делаем, друзья, но как важно, чтобы Господь постоянно просвещал мозги наши, просвещал душу нашу, чтобы мы понимали, насколько это важно. Когда мы имеем безусловную любовь к своим детям, тогда они растут нормальными личностями. Пускай Господь благословит, друзья, нас. И мы не переставали молиться о себе, о личном освящении. Не переставали молиться о своих женах, о своих мужьях, о своих детях, о наших отношениях. Будем всегда помнить, что самое большое, что мы можем сделать для наших детей, это пример наших отношений с супругами. Запомните это также. Очень просто. Самое большее, что мы можем сделать для своих детей, это пример наших отношений в семье. Как мы любим супруги, как мы правильно относимся друг к другу. Потому что именно так, как правило, как правило, они будут строить свою семью и свои отношения в будущем. Начиная с этого воскресенья мы будем молиться по местной церкви. Grace Avenue Bible Church. Вначале давайте вместе вспомним, что мы вообще знаем вкратце. В общем, вкратце, что мы знаем о церкви. Те, кто уверовали в Иисуса Христа, как своего личного спасителя. Те, кто получили это рождение свыше. Духом Святым мы погружаемся немедленно в тело духовное Иисуса Христа. Потому что церковь – это тело Иисуса Христа. И в доказательство я хочу прочитать этот текст, 1 Коринфянам 12, 13. Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело. Крестились, погрузились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Я еще раз повторю, друзья, те, кто уверовал в Иисуса Христа, как своего личного спасителя и Господа. Он немедленно погружается Духом Святым в единое духовное тело. Он погружается в церковь. Дальше мы с вами вспомним, что глава церкви – Христос. И об этом в Ефесской, она несколько раз, эта мысль повторяется в Новом Завете, но один из них, это Ефесян, в первой главе Павел пишет, «И поставил Его, то есть Иисуса Христа, выше всего главою церкви, которая есть тело Его». То есть опять эта мысль повторяется, что церковь – это тело Иисуса Христа. Церковь представляет собой уникальный духовный организм, созданный Иисусом Христом и состоящий, как я ранее сказал, из рожденных свыше верующих. Она была образована в день Пятидесятницы, и вот мы с вами каждый год прочитываем эти тексты. Как это происходило, вы можете опять это сделать в «Деянии апостолов» во второй главе с 1 по 21 стих об этом речь идет. Церковь будет созидаться на земле до момента ее восхищения Иисусом Христом. И затем она будет пребывать вечно с Ним. Церковь будет вечно после восхищения, она вечно будет пребывать с Иисусом Христом. Мы читаем с вами в послании Коринфянам об этом речь идет, и вот в 1 Фессалоникийцам, в 4 главе я прочитаю. «Вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе, и так, и так всегда с Господом будем». То есть, всегда с Господом. Новый Завет ясно учит нас с вами, друзья, об установлении и существовании поместной церкви. То, что мы с вами говорили ранее, речь и шла о Вселенской Церкви, но Новый Завет говорит об установлении и существовании поместных церквей. И здесь очень много текстов, если бы это был, скажем, разбор, можно было их приводить, я только в общем скажу, друзья, вот возьмите все послания апостола Павла, адресованные конкретной церкви, скажем, это было в Коринфе, это было к Ефесским церквям, это к Галатийским было церквям, это были поместные церкви, которые привязаны там, где люди жили, где эти верующие жили. Так вот, Новый Завет нас учит и необходимо каждому члену, рожденному, спасенному человеку состоять в этой поместной церкви. Заменьте то, что мы вспомнили, как я уже сказал, это относится к тому, что делает Бог. В чем же заключается наша ответственность? В чем заключается наша с вами задача? Первое, каждый рожденный свыше, каждое дитё Божие, мы должны очень серьезно относиться вообще к церкви, к поместной церкви. Насколько это только возможно, друзья, к церкви нельзя относиться легкомысленно. Хотя бы потому, что мы с вами уже узнали, то, что мы с вами вспомнили о церкви. Что нас создано Богом, что Господь берет людей, спасает и погружает их в церковь. Всё, весь Новый Завет, послания особенно говорят о наставлении поместной церкви. То есть, первое, чтобы мне хотелось, чтобы вы запомнили, усвоили, что у нас должно быть правильное, серьезное отношение к поместной церкви. Второе, в ней, то есть в церкви нужно состоять членом, нужно быть членом одной из поместных церквей. По повелению Иисуса Христа, друзья, по повелению апостолов, а также по примеру апостольского времени, чтобы исполнять повеление Нового Завета, нам необходимо с вами быть в той или другой поместной церкви. Христианин, спасенный Богом, он не должен оставаться один. Он должен соединиться с другими верующими, с другими учениками Господними, которые, так же как Он, исповедуют Евангелие, исповедуют Иисуса Христа своим Господом, своим Хозяином. Это нужно делать, и к этому нас призывает Господь, чтобы мы были членами той или другой церкви. Первое, в Санкийцам 5, 1.14 Павел пишет, «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете, умоляя также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Третье, когда церковь, когда святые, то есть церковь – это люди, это избранные Богом, отделенные Богом, когда церковь встречается, собирается вместе, то есть это могут быть собрания, это могут быть какие-то изучения, это могут быть праздники, мы должны там присутствовать. Друзья, я еще раз повторяю, мы не только с вами должны иметь правильное представление, правильно мыслить о церкви, мы не только с вами должны состоять членами в поместной церкви, но мы также с вами должны присутствовать тогда, когда физически церковь собирается вместе. Евреям, вернее, мы читаем с вами в 10 главе, автор пишет, «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Смотрите, текст говорит нам, автор нас убеждает, Дух Святой через этого человека нас убеждает в том, что в этом есть необходимость. И тем более, чем более мы усматривайте приближение пришествия, восхищение церкви, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня онного, то есть дня восхищения церкви. Или Деяния апостолов 2.42, и они, церковь, постоянно пребывали в учении апостолов, они пребывали в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Это то, что происходит в церкви, друзья. Это то, что происходит, когда мы собираемся вместе. И вот эти четыре параметра, то, о чем в Деянии мы прочитали, они говорят, что это церковь, есть церковь, когда в ней учение апостолов происходит, когда там происходит общение, когда там происходит преломление хлеба, вечеря Господня, и тогда, когда люди молятся. Это происходит в церкви, друзья. И мне нужно там быть, потому что там эти вещи происходят. Второе Тимофею Павел пишет 3.16. Все Писание было вдохновенно. То есть, выдохнутое самим Богом. И полезно, смотрите, для чего? Для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, что ученичество, сама учеба в основном происходит во время служения. Когда читается Слово, когда проповедуется Слово из-за кафедры, человек учится, члены церкви учатся. Друзья, может быть, мы думаем, что это должно на семинарах где-то происходить, это должно в специальной школе происходить, как брат Евгений сказал, где-то в семинарии должно происходить. Друзья, ученичество происходит в церкви, как правило. И мы с вами подвергаемся влиянию Слова Божия, которое читается, проповедуется, которое объясняется. Смотрите, я перечислю еще раз. Для научения, то есть мы учимся. Дальше что Слово Божие делает? Оно обличает. Говорят, ну не нужно обличать, нужно достаточно того, что мы живем в таком сложном мире. И вот нужно прийти в церковь для того, чтобы получить просто облегчение, расслабиться так, чтобы хорошо нам здесь было. Друзья, но вот это такое мнение, оно противоречит тексту, противоречит тому, что Дух Святой оставил в Библии. Оно обличает. И вы знаете, когда у человека есть нарыв, и вот у меня по работе когда-то во время приходили люди, и был нарыв, и мне нужно было вскрыть этот нарыв скальпелем. Есть определенные правила вскрытия. Нужно топографию знать, знать анатомию. И вот ты точно должен сделать разрез для того, чтобы содержимое, оно вышло оттуда. Друзья, что-то подобное происходит, когда Слово Божие обличает нас. Оно обличает. Смотрите. Исправляет. То есть сначала приходит боль. Да, может быть физически мы обезболиваем, мы какую-то анестезию делаем, но все равно это больно. И после этой боли происходит освобождение. Для научения Слова Божия, смотрите в церкви, для того, чтобы обличить, и для того, чтобы исправить. Дальше, чтобы наставить в праведности. И чтобы мы с вами, я и вы, мы с вами готовы были на всякое доброе дело. Для этого нужно быть физически в церкви. Для этого нужно слушать Слово Божие. Я хочу такую простую иллюстрацию привести. То, с чем я встречаюсь очень часто. Это когда один или другой человек мне говорит, ты знаешь, ну нужно уже говорить об этом. Из-за кафедры нужно учить об этом, нужно собираться. Я говорю, брат, а мы уже об этом давно говорим. Мы уже собираемся. Мы уже говорим. Знаете причина какая, почему человек задает этот вопрос? Потому что его нет. Он там отсутствует. Его физически там нету. И он думает, что ничего этого не делается. Или же другой случай, когда человек мне говорит, что вот ты знаешь, я так давно в церкви, а вот имен не знаю. Я не знаю, как подойти. Но я только хай-бай и все. Причина та же самая, друзья. И когда я этому человеку говорю, ты знаешь, у нас столько встреч бывает на неделе. У нас столько праздников в церкви. Мы и выезжаем и в лагерь, мы выезжаем и на природу, мы так много общаемся. Причина та же самая. Человек просто там физически не присутствует. Друзья, я эту иллюстрацию очень простую привожу только с той целью, чтобы мы с вами поняли, что нужно присутствовать. Нужно присутствовать, нужно там быть. Не просто числиться членом поместной церкви, но быть там, чтобы подвергаться вот этому влиянию, для того, чтобы меня научили, для того, чтобы Слово Божие меня обличило, чтобы оно меня исправило, чтобы оно подготовило меня на всякое доброе дело. Мы готовимся. И как в прошлый раз добычно, Алексей очень хорошо сказал, что мы научились и мы вышли для того, чтобы совершать в течение недели это служение. Римлянам 10-17 Павел говорит, «Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия». Когда мы с вами присутствуем физически, в церкви мы слушаем Слово Божие, вера наша, она растет, она крепнет. Мы больше доверяем Богу. И для этого нужно присутствовать и слушать Слово. Нам с вами не только нужно думать правильно о церкви, поместной, нам не только нужно быть членом поместной церкви, не только физически присутствовать, когда церковь собирается вместе, но также и строить правильные отношения друг с другом. Это четвертое, что я хотел бы, чтобы мы с вами усвоили, запомнили. Вокруг тебя и меня находятся люди, с которыми нам нужно будет проводить вечность. Часто вы думаете об этом, нечасто, может быть, вообще не думаете, но это факт. Это аксиома. Друзья, что мы с вами, с теми людьми, которых вы видите рядышком с собой, какие бы ни не были, нам придется проводить вечность. И Господь дает нам, церкви дает время, Он дает нам, вот именно по местную церковь, чтобы мы с вами учились любить, чтобы мы с вами учились строить отношения друг с другом, любить без всяких условий. Первое послание Иоанна я хотел бы прочитать, друзья, для нас с вами, пожалуйста, можете открыть, и там закладочку сделать для себя очень важный текст. Кстати, Алексей Добычин, после того, как он закончит Ефесянам, он будет проповедовать по этой книге первого послания Иоанна. Но я забегаю наперед, и хочу, чтобы мы с вами прочитали 4 глава, 7 стих, и немножко ниже. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Обратите на это внимание, друзья. Всякий любящий, он рожден, а не любящий. Дайте ответ сами себе. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленное, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Давайте немножко ниже. 19 стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. «Ибо не любящий брата своего, сестру свою, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Простая логика. И он интересно заканчивает. «И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Любил и брата своего. Любил и брата своего. Любая поместная церковь состоит из людей, живущих в неискупленной плоти, кто борется своими похотями, борется с грехами. Вы согласны с этим, друзья? Мы все с вами боремся, мы все с вами на войне. Мы противостоим желаниям неискупленной плоти. И весь Новый Завет он поэтому и учит. Поэтому и учит весь Новый Завет, чтобы мы правильно строили отношения друг с другом, и чтобы мы с любовью относились друг к другу. И вот некоторые из этих наставлений я выборочно прочитаю. Павел пишет верующим в Риме. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». То есть, это практическое применение как? Я могу любить. Дальше, в этом же послании он говорит в 15 главе. «Мы сильные должны сносить немощь на бессильных и не себе угождать». То есть, ты духовный. Сноси немощи тех, кто слабее тебя. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. То, что ты делаешь. Ты служишь. Ты что-то делаешь. Ты строишь отношения. Пускай вот эти отношения служат для того, чтобы назидать друг друга. «Все у вас добудет с любовью». Тот же автор пишет верующим в Коринфе. «Все у вас добудет с любовью». И даже обличения, которые тоже имеют место, они должны быть «добудет с любовью». «Добудут с любовью». Галатам пишет Павел, «Братья, если впадет человек какое согрешение, вы духовные». Мы с вами, друзья. Кто себя считает духовным? Исправляйте такого в духе кротости, то есть без всякого раздражения, наблюдая каждый за собой, потому что нужно прежде всего бревно вынять из моего глаза. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. Носите бремена друг друга. Колоссянам 3.12 Павел пишет, «Итак, облекитесь, как избранные Божие святые и возлюбленные в милосердии, благо, смиренно, мудрия, кротость, долготерпение». И опять такое четкое наставление, снисходя друг к другу, снизойди, снизойди, снисходя друг к другу, прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Мы прощенные с вами, друзья. И мы с вами призваны к тому, чтобы прощать таким же образом. Друзья, мы должны всегда с вами помнить, не забывать, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. То есть, когда Господь спас наши души, когда Дух Святой поселился в нашем Духе, пришла вот эта любовь Агапы. Я уже много-много раз говорил эту истину, я хочу просто сегодня ее напомнить. Мы получили с вами, получив рождение свыше, получив Духа Святого, мы с вами получили любовь Агапы. И с другой стороны, друзья, это наше волевое решение. Любить это наше волевое решение. Иногда мы думаем, ну это какое-то сентиментальное чувство, это какие-то ощущения. Друзья, исходя из Священного Писания, это наше волевое решение верующего человека, рожденного Духа Святого любить. И сейчас просто нету времени об этом говорить, но все Писание об этом говорит. Каким образом это делать? Строя отношения друг с другом, любя друг друга, необходимо сохранять единство. Библия этому тоже уделяет определенное место. И вот Иисус Христос молится своему Отцу, мы называем его первосвященнической молитвой. Смотрите, что Он говорит, Иван Литая 17, глава 11 стих. «И уже не я, простите, я уже не в мире, но они в мире», это Иисус Христос говорит, «а я к тебе иду, к Отцу, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Как и мы, Троица Святая, Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. 21 стих. «Да будут все едино, как Ты Отче во мне и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что Ты послал меня». Это желание Иисуса Христа, друзья, и Он выразил свою просьбу своему Отцу, Отцу Небесному, чтобы Он сохранил единство Церкви. И если это желание Иисуса Христа, друзья, если Иисус Христос об этом просит, это должно быть моим желанием и Твоим брата и сестра. Сохранить единство Церкви, поместной Церкви. И последнее, чему я хотел бы, чтобы мы сегодня научились, это в Церкви необходимо служить. В поместной Церкви необходимо служить. 1 Коринфянам 12, 27. «И вы тело Христова опорознь члены». Как я ранее сказал, церковь это организм, то есть такую аналогию апостол Павел делает в своих посланиях. Церковь это организм, где каждый верующий представляет собой часть этого тела. и как известно каждому из нас, кто учился в школе, что каждый орган он выполняет свою определенную функцию. И если происходит сбой, независимо это функциональный, анатомический, но сбой происходит какой-то, страдает все тело. И может быть самое незначительное что-то происходит, страдает все тело, повышается температура у человека. Это первый признак, что что-то проблема какая-то есть в теле. именно так происходит с церковью. Бог дает определенные таланты, друзья. Не забывайте, что это Бог дает, потому что мы Божье творение, Он как скульптор, Он вылепил нас и дает этот талант. Он может быть любой. И вы много слышали, много знаете об этом. Может быть очень разнообразны эти таланты. Это при физическом рождении. Но когда человек рождается духовно, человек получает духовные дары, это происходит уже на более высоком уровне. Господь доверяет то или другое служение, но человек может находясь в церкви, в поместной церкви, будучи рожденным свыше человеком, он может сидеть сложа руки, полагая, что кто-то другой будет служить. кто-то другой, кто-нибудь другой. Друзья, так не должно быть. Поместная церковь, она страдает из-за бездействия ее членов. Следующую иллюстрацию, которую я хочу привести, и мы будем заканчивать. У тебя есть семья, ну представьте себе, это вымшенная история, я нигде ее не слышал, представляю вам ее. У вас есть семья, жена есть, есть дети, вы живете в доме, и вас пригласили в гости, ну или вы сами изъявили желание посетить кого-то, вы пришли в этот дом, в эту семью, и обратили внимание, что красиво выкрашенный забор, вы обратили внимание, что очень со вкусом расставлена внутри мебель, вы почувствовали тепло, то есть такой уют, горит камин там, такой притушенный свет, вам очень понравилось, как хозяйка угостила вас, то есть очень вкусно приготовлено было, вам понравилось, как детки ведут себя очень хорошие, в них привычки очень хорошие, между ними отношения, и вы решили, остаюсь здесь. Смешно, правда? Друзья, но иногда с нами так происходит, мы тут благо есть много церквей, я считаю это хорошо, что есть много церквей, и вот вы пришли в какую-то церковь, и вот приблизительно, только давайте в духовную сферу это переведем, вам понравилось и уют, и тепло, и все остальное отношение, друзья, церковь это мы с вами, это ты и я, и от нас с вами зависит, какая будет эта церковь, то есть не от кого-то, а от тебя и меня, что я делаю в этой церкви, что я делаю для того, чтобы она была такая же хорошая, как у этого соседа, которого я посетил, одно хочу сказать, друзья, давайте будем любить свою церковь, пожалуйста, сделайте такое волевое решение в своем духе, любить свою церковь, любить свою поместную церковь, давайте каждый себе задаст такие вопросы, как ты лично относишься к церкви, что ты о ней думаешь, это что-то человеческое, это что-то такое, ну, неопределенное, она где-то в серой зоне, что это такое, правильно ли ты думаешь о церкви, по-библейски ли ты думаешь о церкви, любой церкви, друзья, о поместной церкви, второе, являешься ли ты членом поместной церкви, то есть, я еще раз повторяю, друзья, мы не можем с вами быть во вселенской церкви, но не быть в поместной, третье, когда церковь собирается вместе, ты там присутствуешь, или ты покидаешь территорию церкви, или ты от воскресения до воскресения, а может быть одно воскресение в месяц, какие у тебя отношения с членами церкви, ты их любишь, ты делаешь все от тебя зависящее, чтобы церковь была как один организм, как единое целое, или тебе все равно, и последнее, служишь ли ты в церкви, какой твой талант, знаешь ли ты свой духовный дар, который Господь тебе дал как верующему, как спасенному, какое твое служение? И, знаете, я очень часто как бы задаюсь вопросом, ну, почему так трудно с этим, почему так трудно, я вижу, как пастор, я вижу, что там нужен человек, там нужен человек, там нужен человек, я говорю, у нас есть открытые позиции, я говорю, у нас есть места, пожалуйста, приходите, друзья, я прошу вас очень, церковь, так нуждается вас, разные ответы, очень, очень разные, друзья, и очень часто это место так и остается незанятым, но я хочу вас ободрить, друзья, потому что в начале мы с вами прочитали, я создам церковь, Господь создает церковь, друзья, и он главное действующее лицо, он созидает, он строит ее, друзья, и она всегда, она будет до вознесения, она будет на земле существовать, Господь ее созидает, он будет находить тех людей, как помните, когда-то было, по-моему, Мордахей Есфири сказал, что ты должна это сделать, но если ты это не сделаешь, помните, она должна была пойти к Артарксерпцу, для того, чтобы просьбу выразить в отношении защиты еврейского народа, но если ты это не сделаешь, помните, что там дальше он говорит, Господь все равно найдет человека, он все равно найдет других людей, другие возможности, и это осуществится, а где ты будешь, сегодня это звучит в мой адрес, а где ты будешь, если ты не служишь, если это место свободное, и уже давно свободное, у нас есть сегодня возможность, друзья, в чем-то покаяться, есть возможность изменить свое отношение к церкви, изменить посещение церкви, изменить служение, я имею ввиду, чтобы мы начали участвовать, и знаете, пускай это не звучит как-то высокопарно, вот служение какое-то вот отсюда, оно не только здесь, оно абсолютно везде, я не знаю, от калитки, наверное, если мы говорим сейчас конкретно по местной церкви, их так много, они такие разнообразные, и везде нужен человек, причем посвященный человек, который будет это от души делать как для Господа, безвозмездно, пускай Господь благословит нас, у нас есть несколько минут для молитвы, у кого есть желание, пожалуйста, помолитесь громко, у кого нет, молитесь тиши, давайте для молитвы мы встанем. слава, аллилуйя тебе, Иисус, слава, слава тебе, Господи, слава тебе, слава тебе, Господи, слава тебе, слава тебе, Господи, слава тебе, 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 О, слава Тебе! О, да, Господь! Господь, я присоединяюсь к молитвам святых Твоих, и я прошу, чтобы Ты принял эти молитвы к престолу благодати. И, Господь, мы искренне благодарим Тебя за эту учебу, которую мы имели, учась из Твоего Слова. Я прошу о каждом присутствующем, Иисус, чтобы Ты Духом Святым совершил свою работу в духе каждого, Иисус, чтобы у нас было правильное библейское отношение к поместной церкви, чтобы мы были членом поместной церкви, чтобы мы там присутствовали, когда они собираются, чтобы мы правильно строили отношения, чтобы мы любили наших братьев и сестер, кто возле нас. Благослови нас, чтобы мы служили и пребывали в служении, в служении своим даром. Господь, благослови, чтобы мы находили для этого возможности, чтобы служить, частью быть этого тела, которое функционирует и функционирует хорошо. Благослови. Я прошу каждого, кто присутствует, кто слышал этот урок, благослови, благослови, храни нас, и да будешь Ты прославлен, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok